привет мой друг любитель конструкторов в этом видео я вам покажу народные машины которые сейчас покупают конструктором которые реально хиты продаж и среди них даже будет mercedes e320 это очень популярная машина звонят каждый правый левый руль вообще интересуются и запад вот и наш дальневосточники но у нас леворукая версия будет е320 в очень хорошем состоянии буду ждать вашу оценку внизу вообще стоит ли он своих денег потому что ну мне кажется он очень хорош но без документов актуально ли брать их либо нет вообще зачем люди покупают я даже не знаю также будут еще другие японские народные автомобили которые полюбились русским людям и они не хотят расставаться со своими старыми уставшими автомобилями они хотят привести себе конструктора обновить свои машины и кататься черт пойми еще сколько лет вот поэтому не отключайтесь посмотрите еще что покупают люди конструктором погнали барец приехал затем серия хороший хороший ребят первая машина это будет и стима в двадцатом кузове год по моему 5 если не ошибаюсь такие машины они продаются в среднем где-то по 1000 долларов на аукционе вот в общем где-то в 270 в 280 тысяч они заходят если вы хотите год 7 6 ну такие прям свежие машины то еще какие-нибудь по салону да там самые такие заряженные то это где-то 350 можно сказать по 400 тысяч рублей в общем но дороговато вот ну-ка сейчас попробуем завести ассоциативный знак что-то горит акум а прикуривать надо они его рейди все все готово ехать в принципе что заведется нет пробег 250 тысяч до большой то есть когда люди хотят сэкономить очень часто кстати люди хотят купить пробег очень большой чтобы машина без документов зашла но самые вообще доступные деньги хозяева привезли кучу запчастей заложили в салону конечно тут все под химию под химию нас пробок 55 кузо полторашка 4 в д кстати реально пробок с и из оксиды сейчас набирают популярность то есть их прям везут конструкторами вот то есть ну народно машина смотрите общем состояние вон даже салон в принципе в хорошем состоянии пластик потолок все в принципе в очень достойном состоянии они стоят примерно там где-то 700 800 долларов выходят 230 250 тысяч рублей сейчас вот такие пробоксы я думаю за такого танка хорошая цена даже без документов так ребят идем дальше это у нас во файр в кузове двадцатом gg h20 это 3 5 мотор бензиновый у нас человеку очень долго искал делали ставки долго ну вот собственно говоря привезли вот чабу скоро собираться то есть ведь тенденция на автобусы вообще прям идет черный салон хорош реально очень хорошая машина как соберут обязательно приедем ее обязательно снимем gg h20 кузов бюджет данных автомобилей ну где-то 500 600 тысяч рублей но немало ребят также наш альфард три пятый десятом кузове тоже десятый кузов очень популярен покупают скоро будет на сборке обязательно его снимем сейчас пока в процессе ребята а вот и наш красавчик 200 десятый кузов не 320 на левом руле вот не смотрите что он грязный до грязный но ну что зато машина в таком состоянии где вы не найдете в стране нашли вообще нигде 211 конечно даже не который не 5 литровый не 5 5 они тоже стоят денег поэтому ну и еще кто-то очень любит очень любит именно 210 кузов так давайте попробуем завести завелся вы посмотрите на состояние кожи на состоянии панелей селектор вообще но вот пластик потрескался но это нет херового обращения просто но от старости может быть на солнце стоял все работает такой вот красавчик mercedes bs горит ну тут еще надо разбираться mercedes и конечно сложные машины там надо еще в них по-хорошему копаться по электрике еще доводить до ума с mercedes который уехал на москву в класс там у него была проблема с гидросистемой или с вакуумной системой там прям вообще там руль что-то тяжело крутится николаю сказать что тут что тут за беда вот в общем мерс хорошем состоянии блин какой у него пробег как посмотреть я даже не знаю что тут куда нажимать таких мерседесов там не никогда не было и не будет блин хочется пробег посмотреть а его что-то и не а вот аукционник смотрите 35 35 59 тысяч ну грубо говоря 60 тысяч пробег где вы найдете триста двадцатый мерседес в 210 кузове в россии в таком состоянии где нигде 35 оценка c салон да не знаю салон вообще живее всех живы конечно надо это за кожей поухаживать память общем люка ты еще у хороша хорош хорош оригинальном литье десовском который в е-классе был чем хорош легенда просто легенда осчастливим нашего клиента вот таким вот свеженьким очень хорошим и 320 так давайте посмотрим на следующую легенду но уже правда японского производства это у нас subaru ланкастер 3 литровый ланкастер 6 к сожалению не на коже но знаете я вам скажу не кожа едины давай 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 чё-то не заводится чё такое на горе стоит бензин ира отлил с бака в конец в общем вот такой салон посмотрите все очень хорошем состоянии панель кнопки селектор даже на свежих машинах уже потерты здесь вообще все прекрасно дверная карта все в порядке бюджет данных машина не стоит вообще смешные деньги 50-100 тысяч ен вот и бюджет данных автомобилей он где-то 230 240 250 тысяч вот так вот можно легенду от subaru купить за вот такие вот символические бюджеты я считаю кто-то говорит дорого за автомобиль без документов но вы знаете вы думаете люди дураки что ли когда покупают эти машины не знаю зачем их покупают subaru boxer 6 подкапотка ничего себе не говорит какой пробег интересно механический до механический спидометр а вот у нас аукционе сейчас посмотрим пробег 52 300 очень хорошие хорошее состояние четверку получил вообще не дурно б салон но все соответствующие в хорошем состоянии их пневма уже не держит к сожалению от старости салон большой вот это универсал это я понимаю все хороший вся 2000 пробег щелок все в очень хорошем состоянии оптика ребят если хотите себе вот такие вот легенды вы знаете куда звонить контакты внизу ребят я думаю вы заметили то что тенденция покупать автобусы конструктором она вообще сохраняется и наоборот даже набирает оборот альфарды эль гранды и стимы очень популярны за ними идут нохи степ веганы но и кит прочие там хайсы к сожалению не везут я не знаю почему видно не в россии не распространены а вот старенькие вот эль гранды в 50-м кузове 10 альфарды вот сейчас был fire и новые подтягиваются в 20-м кузове вот в общем люди выбирают практичные машины и не хотят покупать какие-то свежие автомобили но в виде больших минивэнов автобусов вот и они обновляют свои японскими конструкторами я не знаю напишите в комментарии вообще для это дичь какая-то либо ну ребят все правильно делают и пока есть возможность надо возить и обновляться вот напишите ваши комментарии будет интересно пообщаться на тему конструкторов потому что в народе неоднозначные вообще мнение по поводу конструкторов кто-то говорит это мусор это там запчасти которые там нельзя вообще возить с чем вы собираете в мудаки а другие пишут ребят красавчики спасибо то что даете возможность привести автомобили вообще в разном состоянии в любой бюджет ребят напишите ваше мнение будет интересно почитать спасибо пока компания сферокар предоставляет полный комплекс услуг по подбору доставки растамаживанию и отправки по россии автомобилей с аукционов японии компания сферокар ваш эксперт выборе качественного автомобиля расскажемте